Мы находимся в барбершопе Мускат. Это наши хорошие друзья и просто профессионалы своего дела. Именно благодаря им стало возможным отснять данный материал. Я всех приветствую, дорогие подписчики и гости нашего канала. Меня зовут Данил и добро пожаловать. Сегодня мы поговорим про опасные бритвы. Потребность бриться примерно так же стара, как и само человечество. Уже в Железном веке был прогресс по орудиям труда, и ученые при раскопках находили и старые орудия бритья тоже. Самое интересное начинается примерно в 330 году до нашей эры, во времена правления Александра Великого. Греки и римляне переняли египетскую манеру бриться с помощью бронзового скребка. Воинам настолько понравился этот метод, что они стали брить не только бороды, но и волосы, чтобы за них не схватили при схватке. Кстати говоря, знакомое многим слово «варяг» происходит от латинского слова «barba», что означает «борода». Соответственно, варяги – это небритые люди. Переносимся еще на полторы тысячи лет вперед. Начиная с XVIII века цитаделью производства бритв был английский город Шеффилд. Чуть позже появился второй бритвенный центр – немецкий город Зерлинген. Число существовавших тогда марокопроизводителей было настолько велико, что сейчас очень трудно восстановить историю их развития. На рынок выставлялись бритвы от малых предприятий до очень крупных, поэтому выбора у простого человека было на самом деле очень много. Бритвы из Зерлингена прославились благодаря своей качественной углубленной заточке. А еще шуршачий шелест, который они сдавали при бритье, наградил их вторым прозвищем – это были «поющие бритвы». Золотой век опасной бритвы закончился в 1895 году. После того, как изобретатель-любитель из Америки Ким Кэн Джилетт изобрел свой новый станок. Его идея была максимально проста – это зажать обоюдоострые лезвия в ручке-держателе. И на самом деле у него это получилось. Название этого станка получилось «Safety Razor», что в переводе означает «безопасная бритва». Термин «опасная бритва» получил свое широкое распространение именно после изобретения жилета. Но до этого эти бритвы назывались «клинковыми», что по факту является правильным, ведь они такими и являются. Кстати, интересный факт. Сами станки, которые изобрел жилет, были достаточно дешевыми, а вот лезвия, которые выпускались для них и были одноразовыми, стоили чуть ли не в два раза дороже самого станка. Благодаря этому в 1904 году жилет сколотил состояние в 12,5 миллиардов долларов. Теперь давайте разберемся в конструктиве «опасной бритвы». Как и у большинства складных ножей, у «опасной бритвы» имеются рукоятки, только в данном случае это скорее называется «щечками». Сделаны они либо из костей, панциря-черепахи, дерева, карбона, из большого количества влагоустойчивых материалов. Сам же «клинок» сделан в основном из углеродистой стали. Нужно это для того, чтобы было более комфортно брить волосы. Соответственно, если сталь углеродистая, значит рез агрессивнее. Прославились «опасные бритвы» благодаря своей уникальной вогнутой заточке. Кстати, не всегда она такой была. Изначально такие бритвы были все клинновидные, с традиционным вэгриндом. Также у нее достаточно толстый обувь. Нужно это для того, чтобы просто править «опасную бритву» на кожаном ремне. У складных и фиксированных ножей мы для измерения длин клинка и рукояти используем миллиметровую линейку. Тут же немного все происходит иначе. У «опасных бритв» есть обозначение. Это пропорция. В данном случае это 3 восьмых. Это означает, что ширина клинка равна 3 восьмым от длины всего клинка. Также бывают 5 восьмых, 6 восьмых и так далее. Самой классикой для бритья является бритва с размером 5 восьмых. Что ж, друзья, а у меня на этом все. Я закончил свой рассказ про «опасные бритвы». Напишите, как вам ролик в комментариях. Понравился ли, был ли он информативен. А я на этом моменте уже с вами окончательно прощаюсь. Всем удачи. Увидимся с вами совсем скоро. До встречи на нашем канале. Пока.